Она и ее муж совсем уже потеряли надежду стать отцом и матерью, как друг Анастасия с радостью почувствовала, что у них будет дитя. Нина разузнала у Анастасии о хитоне Господне, но так неведене, лишь разводила руками и не мудрена. Ведь Анастасия до прихода Нина и слыхом не слыхала о Христе. Так, вот, пожалуйста, на этой картине вы увидите сейчас, как она молилась и коснулась крестом этого близкого к смерти мальчика, который очень сильно болел и был исцелен. И вот матери все приносили потом больных детей к ней, и она их исцеляла. Вот такое чудо произошло. Но она не брала никакой платы, только просила, чтобы эти люди слушали то, о чем она рассказывала. А рассказывала она о ком? О Христе. О Христе. Совершенно правильно. И они воспринимали. Они никто не слышал еще о Христе здесь. Поклонялись только идолам. В Мехете жил крещеный еврей-авиафор. Он открыл девушке тайну Хитона. Его дальний предок Илеус когда-то переселился из Палестины в Иверию. Обзавелся здесь семьей, хозяйством, но связи с родиной не терял. Ему дали знать, что в Иерусалиме объявился мессия, о котором народу иудейскому возвещали пророки. Илеус торопливо собрался в дорогу, но когда он прибыл в Иерусалим, Христа уже вели на казнь. За большие деньги Илеус выкупил у римского воина Хитон Господень, который достался к тому пожребью и привез его в Мехету. Сестра Илеоза Сидония покрыла божественную ткань поцелуями, оросела слезами, сердце ее не выдержало. Наплыва восторженных чувств счастья, что она держит в своих руках одежду спасителя. Оказалось так велико, что она умерла от радости, прижав Хитон в груди. Пальцы Сидония словно срослись с Хитоном. Хитон невозможно было взять, не повредив его. Так с Хитоном Сидонию и погребли. Через год с небольшим, но по мономогиле ее вырос высокий кедр. Он видим из нашего окна. Ты посмотри на них сначала, кто сидит, кто спит. Может что-то спрашивать надо. Вон смотри, а я их только что спрашивала. Я столько стою, ни разу не спрашивала. Ну хорошо. Так, пожалуйста, что известно тебе о Нине? То, что она отправилась в Грузию. Да. Она искала Хитона Господа. Она всех расспрашивала о Хитоне, но никто не знал о нем. Потом она поселилась у садовника, его жены. И они воспитывали ее как свою дочь, потому что у них детей не было. Хорошо. Илья, ты даже их не знаешь, да? Ну, она хотела узнать о Хитоне, но люди, у которых она жила, ничего о нем не знали. Потом она спросила у этого человека, и он рассказал ей, что его дальний предок, живший в Полеснине, переселился в Грузию. И когда узнал, что в Иерусалиме появился Мессия, он поспешил туда приехать. Но он приехал только к тому времени, когда Иисус уже привели на казнь. И он за большие деньги выкупил у воина Хитон Господа и привез к себе домой. Его сестра, когда узнала, что это одежда спасителя, она очень обрадовалась и от радости умерла, прижав Хитон к руке. И этот Хитон нельзя было, ну, у нее его как бы взять. И поэтому ее погребли вместе с ним. А на ее могиле вырос кедр. Хорошо. Он виден из нашего окна, сказал Аяфар. Вон, смотри. В родных местах Нины не были редкости высокие, насчитывающие не по одной сотне лет кедры. Но такого красивого кедра она еще не видела. Ствол кедра вздымался гладкой, точной. Точно из бронзы отлитой колонны раскидистым шатром колыхались его крон. Колыхалась его кроном. В знойный день тень от него давала прохладу десяткам людей. А в дождливый день под ним укрывались спутники. И ни капли влаги не проникала сквозь густую листву. Краткое содержание о чем? Вот, пожалуйста, этот кедр, который нарисован. Это из жития святых? Это жития святых Нины, друзья. Да вот нужно детей прощить, чтобы они даже жития святых рассматривали во свете Библии. Сегодня уже столько говорят, столько там намешано, что прямо не только не евангельское, а противоевангельское. Я недавно эту тему начал и поставил 83 ролика. По всем житиям во свете Библии. И вот с этой позиции исходите, что можно взять для примера, что нам не подходит, что другая эпоха. Ребенок должен начать размышлять и видеть, а не так, что он подражает. Папа авторитет или мама авторитет. Мама пошла из церкви и вымела пятерых девчат сразу. Всех. Проклятие матери разрушает дом до основания. И вот и показать. Почему? Какое проклятие? А то, что мать детей натравливал против отца. И проклятие злосующее отца и мать. Она должна была авторитет отца устанавливать. Он кормит, он поет, он является отцом их. И получилось так, что все потеряны. Это не где-то, а рядом с нами люди. Все верующие ходили, все кресты поснимали, посты, долой. Мать разрушила сама. Это даже сказать нельзя, что на суде Божьем будет. Когда за свою душу не ответишь, а за ближнюю каково. Ваня, ты меня слышишь? У тебя веры немного. Ты все время проси Бога. Чтобы Бог дал веру и совесть была пробужденная. Чтобы ты не обижал младших. На службе стоял строго. А ты стоишь, позеваешь непрерывно, как будто пришел каторг, вот бываешь. Ревностно будет здесь. Потому что это скоро все кончится. Мы поищем, где можно колени преклонить, а уже ничего не будет. Вы видите, что делается рядом с нами, вокруг. Что на Украине делается? Жгут друг друга, убивают. Это рядом с нами где-то. И завтра мы поищем, где голову преклонить. Это все беженцы будут. Но нам бежать-то некуда. У них есть куда бежать? Большая Сибирь. А нам некуда бежать? В Китае своих хватает. И вот к этому привычки. Как святые переносили это все. Ради Бога. Вот запомните такой Сарафим Саровский. И он говорил, что если ты стоишь в комнате, и вся комната, одни черви. До самого потолка одни черви. И все черви грызут тебя. Глаза прогрызают. Во всех направлениях. Это немножко только. Ну, допустим, сто лет будут грызть тебя. Без выходных. И это стоило протерпеть ради Царства Божия. Потому что это такое маленькое, несравненное, в сравнении с той славой, которая откроется в тебе. Он это понимал. И святые стремились. Несмотря ни на какие условия. Что делать? Вот с этой позиции. И преподавайте. Немного прочитать. Может даже житие разбить на несколько уроков. Но чтобы дети это взяли. Могу ли я подражать ей? А почему я не такой? То есть войти в этот образ. Потому что он живой. И помолиться ей. Бог совершает великое и дивное сегодня в мире. Мир подходит к развязке. Все, он заканчивается. Нормая история где-то на конце стоит. Ей назначение было семь с половиной тысячи лет. Прошло. Допустим, я говорю. И он сегодня начинает. Какой язык хороший. Языки все были при грехе данной людям. При Вайлоновской башне. Когда люди восстали на Бога. И это вот все ребенок должен знать. Они могут пересказать наизусть. А как это применить, когда она пойдет в школу. Пойдет музыкально. И там будут смеяться. Такая хорошая девочка. Ты веришь на каком-то Бога. А ты скажи. Без веры Бога смысла нет жить. Человек хуже червя туалетного. Ему ничего не надо. Будь ты здоровый, сильный, красивый, смелый. Ты все равно умрешь. Все равно. И сколько до нас жило людей. Это кладбище все забитое. А с чем мы туда придем? Все время говори о страхе Божьем. Не смотри, что у тебя старшие сестры не верят. Не гляди на это. А ты переломи эту обстановку. И может быть ты вымолишь старших, которые пошли не тем путем. У Бога. Родственники какие не верят. За всех, чтобы дети научились молиться. Вот это у вас будет урок. Урок, который оставит зарубку в душе. Осенней ночью Нина молилась под кедром. Вот обратите внимание. Мы с самого начала знаем, что как юная девушка молилась постоянно Господу. И днем, и ночью она взывала ко Христу. Вот так она любила Христа. И днем, и ночью молилась она. И почему вот такая сила молитвы. Господь слышал ее. И по молитвам ее такие производили чудеса. Понятно? Вот это применяем к себе. А как мы Господа любим. И как мы часто молимся. И вот эту дрему с себя сбрасываете детям. Особенно, когда слушаете Слово Божие. Это житие юной Нины. Мы читаем. В темном небе захлопали, забили десятки крыльев и ветви чудесного дерева. Пригнулись от тяжести неисчислимой стаи. Черных птиц. Посидев на ветвях, птицы дружно снились, закружились над рекой. И, омывшись реке, вновь расселись на кедре, уже белые, как снег. Нина поняла, что так же убеляется водой святого крещения все народы и племена Иверии. Но как это сделать? Как сумеет она, обычная девушка, не имеющая ни власти, ни богатства, совершить это чудо? Меж тем вести они не достигли царского дворца. Супруга Миянна, царица Нанна, воспылала к чужестранке завистью, неприязнью. Кто она такая? Миянна, это пришлая девчонка, что во дворце только разговоров о ее уме, о чудесах, исцелении, совершаемых ею. Разве я уже не царица, сердилась Нанна? Что это на меня можно не обращать внимания? Не препятствуя открытым проповеди Нины, царица распускала о девушке порочащие слухи, приписывала ей занятия колдовством и чародейством. Видите, уже началась из зависти. Только человек позавидовал другому человеку, и грех этот уже распространяется. Причем она решила опорочить Нину любыми путями, называя ее колдовством и чародейством. Все это дела, совершаемые Богом через нее. А это страшный грех, дети. Это страшный грех. Она даже могла покулить Духа Святого. Но она еще не знала, она была идолопоклонница. Царь Мариан созвал на охоту своих приближенных друзей, а после охоты по обычаю устраивался пышный пир. Царица Нанна предвкушала, как она будет блистать там и как поразить всех новым платьем. Но и в самый день празднества Нанна заболела. Руки и ноги не повиновались ей. От нестерпимой жгучей боли она даже кричать не могла, а только стонала. Ей чудило, что она погружается в огненное озеро, и языки пламени режут ее неподвижное тело. Как вы думаете, чем это объяснить? Что казалось за то, что она благохольствовала и говорила на нее всякие плохие слова? Да, совершенно правильно. Но и Господь ее поразил вот такой болезнью. Но настало время святой угодницы переселиться в селение небесное, получив от Бога откровение... Что-то пропустило. Придворные врачи сбили с ног в попытках облегчить страдания Нанны. Обложили ее кусками льда, объевали апохалами, а царица уже задыхалась. «Я знаю, кто может мне помочь!» Превозмогая боль, чуть слышно вымолвила она. «Позовите эту девушку Нину!» В этот день в доме Анастасии толпился народ. Многие хотели послушать, что рассказывала Нина, не так давно появившаяся в их краях. «О страданиях Христе, о Христе и о его земном пути, о крестных страданиях, о воскресении и вознесении на небо. «Как же я оставлю людей!» сказала Нина посланникам царицы. «Видите, эти земледельцы пришли из отдаленных селений, отложив все свои домашние дела, бросив свое хозяйство, вельможа и простой земледелец, все дети Божии. Не согласится ли царица, чтобы ее принесли сюда?» Царица уже не могла говорить и только повела ресницами в знак согласия, когда ей передали слова Нины. Царицу Нану на ложе внесли в комнату святой угодницы. Нина, помолившись, возложила чудотворный крест на чело, царицы на ноги, на правое, а затем на левое плечо. Жар, изнурявший царицу, мгновенно угас. На ее воспаленный лоб повела прохладой и свежестью. С той минуты царица непоколебимо уверовала во Христа и вслед за нею вступил на спасительный путь ее венценосный муж. «Сказали, заходи сюда». «Так, продолжим. Поблагодарим Господу. Слава Господу за все. Как вы сказали, мученица Нина, на небо, на небо. Если хочешь. Хочешь? Хочешь? Нельзя выходить. Свеча на землю и you, на небо, чем мы ставим Господи помойсяя prone Господи, помилуй! Ради все мы с верой и благоговием и стражем Божьем, ходя в тихонь Господу помолимся. Господи, помилуй! По православному епископу Всероссийске, в церкви Господине Наша Высоко, Преосвященнейшем Витрополитеву Иоанниче, с тем Преисвитерсего Христе, Дьяконстве, а всем приличные люди, Господу помолимся. Господи, помилуй! По православным епископу Всероссийске, в церкви Господи помолимся. Господи, помилуй! По гради всем всяком, гради в стране веры живущих, и Господу помолимся. Господи, помилуй! По изобильных плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй! По православному епископу Всероссийске, в церкви Господу помолимся. Господи, помилуй! По милостинам, окам, презрите на святую свою церковь и собрести ее невредимую, и преградим от ересей своей веры, и миром своим оградите, Господу помолимся. Господи, помилуй! По раздирания и силы и святого духа обратить всех отступивших в познание истины, и сопрички к избранному своему стаду, Господу помолимся. Господи, помилуй!